В Верховной Раде появилась идея проголосовать обращение к Соединённым Штатам по поводу предоставления статуса союзника вне НАТО, и депутаты проголосовали, а если не ошибаюсь, из необходимых 226 голосов проголосовало в районе 20 или 30 человек всего лишь за это обращение. Как вы считаете, вопрос предоставления статуса вне НАТО, он может решиться позитивно? Он намного ближе и реальнее для вас, нежели ПДЧ НАТО. Поэтому статус союзника вне НАТО, который имеет Израиль, посмотрите на историю Израиля, Южная Корея, посмотрите на ситуацию Южной Кореи. Поэтому Южная Корея, когда получила этот статус, тогда был Советский Союз и Китай. Видите, Южная Корея выстояла, и сегодня посмотрите, какая там конфетка. Так что этот статус намного, для меня, например, статус вне НАТО намного важнее и предметнее помог бы Украине, нежели вот это эфемерное членство НАТО, которое неизвестно будет когда-то. То есть с учетом того, что с 2008 года мы видим, как они себя ведут в этом вопросе. Поэтому, если вы хотите, у вас проблемы конкретные. И если у вас этой проблемы не были бы, вы могли бы ждать и 10 лет, и 15 лет. Ну и строите свою политику в этом направлении. Но когда у вас проблемы территориальной целостности, и когда у вас бряцают оружием на границах, еще пугают другими территориями, вы должны понимать, что, как я всегда говорю, спасение утопающего, дело самих утопающих. Правильно строите свою внешнюю политику, правильно ищите своих союзников. И всегда, если вы хотите мира, готовьтесь к войне. Иначе с вами считаться не будет. Никто с вами считаться не будет. Ни друзья, ни враги. Враги будут стараться оттяпывать у вас что-то, а друзья будут выражать только сожаление. И все. А когда и за вас бодаться они не будут. Поэтому ищите тех союзников, которые, если надо, будут за вас бодаться. Во всяком случае, используйте крымскую платформу по полной программе. Не забывайте, что Турция не просто так встряла в эту тему. И точно так же, как Турция сегодня встряла на Южном Кавказе, на стороне того же Азербайджана. Крым – это крымские татары, в первую очередь. И если у вас есть, а три с половиной миллиона из них живет в той же Турции. Это огромный политический капитал для вас же. Турция всегда на стороне территориальной целостности Украины. Турции никогда не говорят и не говорили о том, что это Турция и так далее. То есть нет там таких разговоров, которые мы слышим в России, да? Но другое дело. И Турция разве заявляет что-нибудь про Азербайджан? Нет. Турция сегодня проталкивает в жизнь те цели и задачи, которые она считает важным для такой страны региональной державой. Ежели она региональная держава, и она себя позиционирует как региональная держава, которая имеет османские корни, да? Вот как они все большие эти страны, все об этом говорят. Поэтому они проявляют. Вот тем более у Турции огромное количество, если так взять эту территорию, там порядка 300 миллионов населения тюркоязычного. И Казахстан, и Узбекистан, и Тюркменистан, и Киргизстан. Это все тюркоязычное население. Поэтому Турция сегодня в том же Афганистане, в том же Афганистане, ну достаточно активно. Посмотрите, те же переговоры, которые сегодня в Катаре, в ДОФе проходят. Я касательно той же темы аэропорта и многих других моментов. с кем ведет Талибан, с той же Турцией. То есть через призму США они это не восприняли, а через призму Катара, с которой в Турции прекрасные отношения, они это воспринимают. И не забывайте о том, что в том же Афганистане этнические тюрки живут. Так что там, где они живут, Турция всегда будет поддерживать. Что Турция сегодня, поддерживая Узбекистан, или Туркмению, или Казахстан, она что, хочет завоевать эти территории? Или вот поддерживает Азербайджан, она хочет завоевать эти территории? Нет. Она просто ведет ту политику, которая в конечном итоге... Это же колондайки такие территории. Это же транспортные магистрали, коммуникации. Вот сейчас Турция открыта Армении, протягивает руку. Все. У нас была проблема с вами из Азербайджана. В первую очередь Кельбаджарский район. Когда Армения первый раз захватила в 93-м году Кельбаджарский район, Турция закрыла все границы. До этого же Турция, она с ними общалась. Она закрыла границы, порвала все отношения. Пока вы не вернете. Теперь 7 районов возвращены. Часть Нагорного Карабаха возвращена. А та другая часть к Армении не имеет отношения. Она сегодня у русских. Значит, Турция будет решать этот вопрос с русскими уже. То есть, говорить на эту тему надо с русскими. И Азербайджану, и Турции. Не с армянами. Значит, Армения выпала из этой тематики. Значит, у Армении с Турцией проблемы какие были? Вот этот, так сказать, так называемый геноцид. Турция эта тема совершенно не волнует сегодня. Потому что нынешнее правительство, нынешнее поколение турков, они не имеют вообще к этому никакого отношения. Это тема историков. Но армяне любят из этой темы делать флаг. Ну и что вы добились? Что Турция от этого потеряла? Потеряла только Армения. Вот эти 30 лет они в блокаде жили. Поэтому Турция протягивает сейчас руку. Почему? Потому что Турция заинтересована в открытии всех этих коммуникаций. Потому что, вспомните, Баку-Джейхан, Баку-Трабзон, вот эти все карс, вот эти все железные дороги, газопроводы, нефтепроводы, они все через Турцию идут. Поэтому и с юга они также могут идти туда. Турция заинтересована в открытии всех этих коммуникаций. Я думаю, поэтому рано или и в Армении, я так понимаю, 54% раз проголосовали за того же Никола Пашиняна, который проиграл эту войну. Говорят о том, что половина населения в Армении понимает, что статус-клуб поменялся. И уже возвращение к этой тематике, вот этим глупым разговорам, там типа статус, вот эти как НКР, как ЛНР, ДНР, это уже осталось в прошлом. Ситуация кардинально поменялась. Кто будет воевать на стороне Армении против Азербайджана? Франция? США? Или же та же Россия? Особенно при наличии Шушинской декларации, где президент Турции открыто сказал, рядом с армией Азербайджана будет стоять турецкая армия. Кто-нибудь захочет бодаться со второй армией НАТО? Не думаю.